у нас начался ремонт в доме пока что части просто по замазывали вот часть а потом будет красить он блин вон там лестница стоит я поняла что имел папа в виду там или манишу делают мы гулять снова в комбинезоне на этот раз 2 комбинезон сегодня вроде тепло призвать 7 но с обедом написано сильный ветер поднялся у нас сегодня самый вкусный перекус для меня самый вкус это ленивые вареники ну я их вообще обожаю дети тоже любят поэтому у нас сегодня на полдник именно они всем привет привет я на прогулке вечерней у нас уже у нас уже 7 часов вечера и я только но я с вами днем гуляла и вот выбежала перед сном потому что слишком много поела всего вредного съела слишком много вареников я съела куриную ножку на ужин вот еще и выпила баночку диетической колы завалялась у меня баночка к сожалению в холодильнике поэтому я еще и баночку колы употребила решила что это слишком уж перед сном и поэтому бросилась на улицу у нас сегодня тепло на сегодня 27 градусов ну сейчас уже 225 но жарко как-то так я кстати сегодня постриглась но у нас сегодня сильный ветер поэтому вот я себе сделала что-то типа лесенки это же попыталась сделать филировку ножницы конечно мне не такие классные как в парикмахерской короче мне нравится но следующий раз я постригусь еще чуть-чуть покороче я подумала что вот я подумала что и так достаточно но когда они у меня высохли поняла что нужно было еще чуть-чуть срезать даже сейчас лето и хочется волосы немного покороче но я в принципе периодически их отстригаю чтобы чтобы они не секлись были более здоровыми по этим кустикам видно как хотел сказать весна вступает в права уже уже у нас давным-давно эта весна идет получается ну вот видно здесь темные листики и сверху молодая светло-зеленая поросль сегодня снимать долго не буду потому что ветрено но потому что чуть-чуть уже поздно но чуть вышла из новостей есть вот такие новости не самые лучшие наверное для нас мы ждали машину в ремонт муж сегодня поехал к 8 утра и сдал машину в ремонт я еще раз говорю нашу старый нашу старую машину бьюик потому что там в общем подвеска сломалась и нужно было поменять амортизаторы в результате ничего хорошего из этого не вышло сейчас скажу почему да уйдет этого сумма а не получилось потому что в общем они запросили слишком большую сумму денег изначально они оценили где-то в 500 долларов а потом когда муж приехал они сказали во первых предложили эту машину вообще куда-нибудь подальше избавиться от нее то что она видите ли слишком старенькая на таких уже никто не ездит им легко говорить конечно а во вторых они поменяли сумму за которую они согласны починить и эта сумма равна уже две тысячи даже подойдите две тысячи две двести долларов в общем ну это как бы наша месячная аренда во-первых ну короче вкладывать такие деньги в старую машину это не очень хорошо абсолютно муж сказал ну они в общем дали выписку такую там все расписано что за что и у них получается что вот эти амортизаторы они предлагают по 400 в общем практически по 500 долларов плюс еще там работа в общем расписано все это дело муж говорит я могу там купить амортизаторы свои мне там не нужны какие-то супер крутые в общем на амазоне он посмотрел вот эти амортизаторы и вот эти амортизаторы так сейчас ветер пройдет на амазоне вот эти амортизаторы самые недорогие за 190 долларов он нашел он говорит может я могу вот купить привезти но они говорят мы так не работаем потому что мы получаем свой доход свою вот эту заработную плату в том числе из-за благодаря продажи вот этих запчастей то есть их это никак не устроила в результате муж забрал машину конечно она не сделана можно конечно еще поискать поездить но во первых он туда отвез туда поехал на машине обратно он пришел пешком потому что всего лишь 40 минут можно в принципе на такси на 40 минут он пошел пешком так уж и долго хотя если есть тротуары потому что если вот допустим идти по той стороне там тротуара нет эти 40 минут могут оказаться крайне некомфортными так все это тупичок дальше дороги нет как и светофора поэтому обратно вон цены на бензин недавно говорила она уже забыла кстати почем он был час 3 19 стоит он за галлон в общем вариантов немного либо поискать еще какие-то мастерские либо как сказал муж не знаю может он пошутил попробовать отремонтировать самому не знаю пока что если будет ремонтировать то скажу об этом обязательно но у него есть друг в общем тут и у друга тоже сломалась ну друг товарищ знакомый приятель и у него в общем тоже сломалась недавно машина и он тоже сменял там несколько мастерских очень дорого в результате купил там все необходимое и сам ремонтирует у нас вот во дворе для рукастого мужика это наверно в принципе я бы не сказала что не проблема понятное дело что это тоже труд но лучше так наверное сэкономить деньги завтра наверно поедем с детьми в волмарт потому что паше нужна одежда мне нужна новая футболка вале конечно тоже что-то нужно но не знаю будет ли валя с нами ехать либо ее оставим со старшим сыном они в принципе хорошо вместе дома находятся что еще вам рассказать досмотрела я вчера очень сильно поздно ночью у детей каникулы я короче начала ложиться чуть ли не после часа ночи это конечно плохо утром встаешь вообще такая пухшая страшная но зато у меня просто столько времени моего личного вечерне-ночного появилась что я этим пока пользуюсь пока снова не нужна рано вставать будет скоро совсем вот досмотрела я что я смотрела я смотрела общество мертвых поэтов вот я вчера досмотрела просто шикарный фильм и по актерам и по картинке и по содержанию вообще по всему всему обрыдалась конечно пошла вообще конкретно опухшая спать но фильм конечно великолепный его посмотреть всем родителям учителям и как-то он вовремя ко мне пришел я его вообще не искала и увидела в подборке рекомендованных на том сайте где я смотрю фильм в оригинале вовремя пришел потому что там же мысль вот это живи моментом живи одним днем вот это лови момент как-то вот это вот эта фраза она ко мне слишком часто стала приходить я сначала сама рассуждала на эту тему и потом то книги мне начали попадаться такие когда даже не ищешь так бывает иногда прям такая череда совпадений означающая что значит действительно тебя подталкивают к этому ну вот шикарный фильм еще и в тему вот этих предыдущих обсуждений школьных про школу единственный минус для меня то что я посмотрела его в оригинале возможно нужно пересмотреть его с озвучкой хорошей либо почитать книгу ну в том что там же много поэзии вот эти разных таких строк интересных а я ну как я переведу я перевожу косо через переводчика очень плохо переводится поэтому часть красоты была мною пропущена утеряна красиво елки эти цветут мягкие иголочки как резиновые но я думаю но я думаю уже большинство наверное посмотрела этот фильм это же я говорю я отстаю по всем фронтам и получается что все видят видели уже сто лет подобные какие-то фильмы о которых я говорю а я только впервые сейчас у нас уже будет темнеть поэтому далеко от дома не пойду сегодня я в сережках я еще днем их надела когда гуляла с Валей потому что Валя мне вчера говорит мама почему ты не носишь сережки я такая блин действительно почему я перестала носить сережки в Ростове я все время ходила в сережках потому что потому что ходила среди людей здесь я хожу среди деревьев и травы и разучилась носить сережки я нагнулась посмотреть кто это такие что это за существа это по-моему вот это существо остановилось я бы рассмотрела то ли вот такой знаете как комар крупный то ли это молодые стрекозки сложно рассмотреть они так быстро летают в общем у нас о во села что это фу это по-моему вообще комар у стрекозок более прозрачные тонкие крылышки красивые уже очень много насекомых попросыпалась посмотрела я сегодня с Валей гуляла весь бордюр весь просто в муравьях просто кишат все бегает стрекочет во я хотела только сказать сейчас уже цикады проснутся вон они уже кричат и вот заметьте я уже иду под раскидистыми зелеными деревьями еще недавно мы тут с вами гуляли и ветки были голые вот все уже растет все я обратно проживя здесь год уже начинаешь уже точнее уже не начинаешь уже давно привык привык к тому что абсолютно незнакомые люди с тобой здороваются вот сейчас иду мужчина стоит на дорожке стоит там что-то делает смотрит у тебя в телефоне и конечно здоровается не все здороваются вот все люди разные но многие здороваются у нас у нас я помню как-то ну у меня же зрение вообще пиковую слабенькая и scheme бывали у меня случаи когда я путала соседа там, ну, в общем, здоровалась с незнакомыми людьми нечаянно, и человек такой ну вот, становится и смотрит, в общем, пытается тоже вспомнить, знает он меня, и вообще, что за тетка с ним здоровается, ну, а тут вот так вот. Короче, различия в культуре я имею в виду, я не в плохом смысле, я вообще имею в виду, что вот такие вот различия интересные существуют. А, ну и сегодня я села смотреть, была гордость и предубеждение, новую версию. Не хочу. Что-то, посмотрел кусочек, меня этот мистер Дарси просто убивает, он меня бесит. Я не понимаю, зачем мужчине быть таким вот скучным, такой вот весь он в сюртуке, такой вот весь... Короче, бесит он меня в последнее время, именно как персонаж. Раньше казалось, ну, какой загадочный мужчина, вот, нужно его как-то расшевелить, он там станет нормальным, а потом... Потом поняла, что если мужчина такой, как этот мистер Дарси, то с ним ничего не поделаешь в реальной жизни. В фильме можно, конечно, показать все, что угодно, но в реальной жизни он такой и останется навсегда. Что-то на данный момент опять в поиске, чего бы такого посмотреть. Есть у меня отложенные мультики, но что-то мультяшного не хочется. Короче, я смотрю обычно то, что мне хочется сейчас. И попалось классное видео с психологом из Аргентины, опять про адаптацию, миграцию, я не буду опять об этом говорить, потому что я уже говорила об этом. Но такое классное видео. Я пока его наполовину посмотрела, оно идет примерно час, но такие хорошие советы дает психолог, в принципе. И говорит он тоже вот примерно то, о чем я говорила, что если человек готовился к миграции, он нормально ее воспринимает, если он, как сказал психолог, там трусы закинул, ну, когда была мобилизация, я имею в виду, и вот человек покидал там трусы в чемодан и рванул. Что такую миграцию, конечно, не назовешь, сознательной, осознанной, и, соответственно, могут возникнуть проблемы. О, у нас, оказывается, он еще и светится, вот этот фонтан, а я чуть не видела раньше, наверное, потому что я здесь не гуляла уже по темноте, в основном днем бегаю. И гуси, конечно, топчутся, пошли вниз телевые гуси у бабуси, а вот, блин, не все пошли вниз, вот еще два. Сидит, кричит, а они разговаривают. И вот еще она такую интересную мысль высказала, что вот люди иногда эмигрируют и говорят, вот в Москве отлично, если в Москве отлично, то, допустим, вот куда он там собирается эмигрировать, в Европе там или еще где-то, не знаю, ну вот в Аргентине, например, или во Франции, там-то вообще будет вообще шикарно, но вот эти вот мечты, мечтания, они потом не сбываются и человеку становится не очень. То есть не надо изначально, наверное, идеализировать, получается, страну, куда ты уезжаешь, или там, допустим, у тебя в городе там все плохо и то, и все, и пятое, и десятое, вот кажется, вот там будет точно лучше. Это тоже, вот как говорит психолог, тоже не совсем такой правильный путь для эмиграции. Здесь тоже найдутся свои какие-то прелести, минусы. Ну и еще она вот, этот психолог сказал, что в принципе есть люди, которые в принципе не могут эмигрировать, не смогут они привыкнуть, не смогут они, возможно, адаптироваться, и у них такая, это нормально, не очень такая подвижная психика, то есть они трудно привыкают ко всему, к изменениям, переменам, поэтому, ну это тоже нужно иметь в виду. Короче, я не хотела говорить снова на тему эмиграции, но поскольку я нахожусь в эмиграции, наверное, наверное, я думаю, периодически все равно буду ее затрагивать, потому что так нельзя, чтобы ты переехал и все, и полностью ассимилировался в общество. по-любому это будет какой-то длительный процесс, у кого-то он короче, у кого-то длиннее. Красивые облака. Мы когда вот сейчас ездили на хайкинг, вот этот, на трейл, в горы, короче, скажем, по-простому в горы, то мы поговорили с сыном, с Пашей. я уже рассказывала, что он больше всех скучает вообще и больше всех, в принципе, хотел бы вернуться, скучает по друзьям, по местам. И вот он говорит, он высказал вообще такую умную мысль. Он мне говорит, мне снится сон недавно, это Паша говорит, это не мне снится сон, вот. И, в общем, ему приснилось, что он оказался в России, приехал домой и у него такое чувство возникло, что он хочет вернуться, успеть вернуться в Америку. Ну, то есть он понимал во сне, что он вернулся в Россию, во-первых, ненадолго, что он живёт теперь в Америке и что ему нужно возвращаться обратно. Именно ему хочется, не то, что нужно, а именно хочется. И вот мы с сыном вот эту тему обсудили, как бы попытались представить, вот тоже предлагают это представить. Допустим, ты можешь сегодня или завтра там оказаться дома у себя, то есть ты всё, вещи собраны практически, ты завтра вылетаешь и всё, ты не вернёшься сюда. Что ты чувствуешь? Вот. И мы с Пашей пришли к выводу, что мы чувствуем то, что мы будем скучать уже по нынешнему месту и что на данный момент нам хочется быть здесь. Да, есть какие-то минусы, есть какие-то вещи, по которым мы продолжаем и будем, естественно, скучать, но... То есть потихонечку ты всё равно привыкаешь к этой стране и частичка твоя здесь, наверное, уже живёт. Короче, вот так. я изначально вообще не собиралась эту тему затрагивать, просто я перед выходом включила психолога, посмотрела 30 минут и побежала гулять. Вот поэтому вам рассказываю, делюсь. Да, и плюс люди же вот так тоже делят, что кто-то пишет, что я никогда не смогу эмигрировать, бросить свою родину. Но на самом деле это в том числе, мне кажется, вот получается, как говорит психолог, объясняется свойствами психики личной, что человеку, в принципе, даются какие-то перемены и оно ему и не нужно. А допустим кто-то наоборот вот с лёгкостью тоже погружается во всё это замечательно. Всё у него происходит. Это тоже особенности его личности, его психики. Тут вообще ну я бы не сказала, конечно, что никакой заслуги нет, но в частности мы же тоже рождаемся с каким-то набором качеств, что-то мы развиваем, а что-то уже в нас, мне кажется, заложено и сложно поменять, изменить.